БК, Леон, БК, БК, Леон, БК, Твой чемпионат, Твой букмекер. А что, милые, многие наши спортсмены, в том числе Александр Поветкин. Но, оправдали его спустя полгода, если я не ошибаюсь. Да, оправдали, я так понимаю, что он отсидел в какой-то определенный срок и по УДО вышел. Ну, то да, если простые слова. А в действительности оправдали в связи с тем, что Михалкин принимал Мельдони еще до того, как он был запрещен. И поэтому там, конечно, шло разбирательство и вот это все затянулось на полгода. Да, ему было очень больше, чем Саша Поветкина в этом смысле. Известный функционер Михаил Денисов. Проживает Игорь в Гамбурге сейчас. Там он проводил подготовку с малоизвестными спарринг-партнерами, конечно, но, в общем-то, ему лучше знать. Человек, имевший контракт с легендарной промоутерской компанией Universal, которая обманула в лету. Да, вообще, конечно, в Германии сейчас настоящая проблема с боксом. Если раньше активно он развивался, то сейчас скорее в упадке. Да, с уходом против Кличкова он, в общем-то, действительно пошел на спад. И Артура Абрахама, да, если вот... Артура Абрахама, скорее, в меньшую степень, потому что он не настолько ярок. Да, чемпион мира, бывший. Ну, при этом, кстати, собирал там достаточно большую аудиторию. Артур Абрахам и был звездой в Германии. Да, для тех, кто родился в Советском Союзе, он фактически соотечественник. Давал, кстати, даже интервью на русском, как-то, я помню. Да, на русском он прекрасно разговаривает. Имел честь с ним общаться. Зал затих, все ждут Кавалева. Ребята действительно как дома боксируют, кричат и калкивают кружку вперед. Сергей Прошет Ковалев! Главное, ведающим Сергей Ковалев, традиционно под группу смысловой галлюцинации. Сергей Ковалев, на ваших экранах, друзья. Привычная картинка из большого количества поясов у Сергея. Абсолютно заслуженных. Были у него мысли о завершении карьеры после боев с Уордом, но все-таки принял решение продолжать и уже в следующем поединке завоевал пояс чемпиона. Да, и немногие знают, что в прошлом году Сергей попал в серьезную аварию и, в общем-то, пересмотрел, как он говорил, свое отношение к жизни. Съездил на гору Анпон. Посмотрим, как Сергей все это пересмотрел. Улыбаться он стал меньше. Это видно. В поединке, кстати, по-моему, с Уордом вообще не улыбался. Ну, там не до улыбок было совершенно точно, особенно когда ниже ватерлинии попали. Но, что касается отношения друг к другу, здесь все было замечательно. С Игорем Михалкиным поприветствовали друг друга, пожелали всего хорошего и не было каких-то таких грубых высказываний. Предельно уважают друг друга бойцы, что приятно. Да, у Сергея, кстати, очень непопулярная позиция в этом смысле, потому что он готов как раз драться с соотечественниками, у него никаких по этому поводу проблем нет. На мой взгляд, это и правильная позиция. Это профессиональное отношение к делу, да. Да, Михалкин, кстати, представляет промоутерскую компанию, которую возглавляет известный боксер Александр Алексеев. Да, прекрасный любитель, кстати, да, да. Чемпион допал за сборную России. Да, достаточно известный боксер. The officials are ready, the fighters are in the ring, and they are ready. So for the thousands in attendance, and the millions watching around the world, from the mecca of boxing, Madison Square Garden, New York City, let's get ready to run ball! Да, заводящий Майкл Баффер. Кстати, в какой-то момент Михалкин пробовал даже у Владимира Хребова фоксировать, но повезло ему, и наоборот, не повезло, не сложились у них отношения. И они полны в Германии. Владимир Хрюнов частенько так подписывает контракты на несколько поединков, и на один даже с Дроздом, я помню, тоже, какое-то время сотрудничали. Да, он долгое время даже кого-то бьет, даже на Лебедя в порядке. Майкл Баффер. Майкл Баффер. Как профессионал, 31 победы, 27 победителей с накоплением, с 2 победкой и 1 раз. Дамы господа, Эйчелия Бинска, Россия, the reigning and defending, 2-time WBO Чемпион мира Сергей Крашеков! 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 Попытался пробить корпус. И тут же подключает джеб. Тем же отвечает Ковалев. И вот сейчас неплохая затяжная атака. Снова по корпусу и снова в голову Сергей. Наносит свой удар. Да, пожалуй, он за один раунд уже даже за 60% времени от раунда нанес больше ударов. Михалкин был полтора раунда. Тут же удар справа. Слышим на Иркутск. Все представительства Российской Федерации здесь. Иркутск, Санкт-Петербург, Челябинск. Кстати, вот пока мне не удалось увидеть Андреа Уорда в зале. Хотя он должен быть там. Подыскивает соперника Андреа Уорда. Возможно. Активно. Хотя, если честно, мне кажется, что его еще как минимум год точно не будет на ринге. Но в любом случае его возвращение, я уверен, состоится. Безусловно. Иначе бы он просто так это не упоминал. Сейчас еще несколько ударов нанес Сергей Ковалев. С дистанции прекрасно просто работает Сергей. И пока не получается у Игоря Михалкина абсолютно ничего. Сейчас низковато пробивает. В старт линии, да, попал. Михалкин может себе это позволить, в отличие от Ковалева. Все-таки по российскому флагу действительно Сергей пока не бьет. Снова джеб от Сергея. И удар справа. Ну и у Ковалева со времен боя с Андреа Уорда. Там мишень, наверное, уже какая-то нарисована. Виртуальная. А как ты думаешь, вообще возможен его третий бой с Уордом? Я думаю, что нет. Потому что Уорд в том же фильме HBO даже не упоминал про Ковалева. Не было даже намека на то, что это возможно. Я думаю, что ему это не интересно совершенно. Для него Ковалев уже пройденный этап. Удар справа от Сергея. Еще один. Неплохо работает Михалкин. Боковым несколько раз достал Ковалева. Еще один боковой. И раунд завершен. Левый кросс призывает больше пробивать Игоря Михалкина. Я бы призывал даже Игоря вообще пробивать на честь. Потому что выбор шинных ударов даже мало. Я напоминаю, что спонсор данной трансляции букмекерская контора Леон. Неважно где, спорт всегда с тобой. БК Леон, твой букмекер. И заходил. И это чуть-чуть много. Нормально. Оброр Турсов Палатов. Советская школа тренеров. Когда можешь не только объяснить, но и показать. Да, доволен Сергей Ковалев работой с новым тренером. Говорит, что вслушает его. И действительно, какие-то новые вещи для себя почерпнул. Поскольку с предыдущим у него абсолютно не складывалось. И даже еще, когда не планировал прекращать с ним работу, Сергей Ковалев говорил, что это просто держатель лап. И я с ним работаю только из-за того, чтобы в Америке ко мне относились нормально. Я думаю, что он просто разочаровался в заокеанской школе тренерской. И сейчас уже вряд ли он стал бы работать с кем-то из американских специалистов. А вот как раз наше, оно его ближе. Наша, я имею в виду, советская школа. Ну, возможно, это и правильно. Хотя, с другой стороны, Сергей, в принципе, разговаривает на английском достаточно уверенно. Да, он ассимилировавшийся человек. Поэтому мне было бы, например, интересно посмотреть на его работу с тем же Флойдом Мэйвезером. Старший, я имею в виду, из тренеров. Конечно, Фредди Роуч уже не в том состоянии, чтобы чему-то учить. Да, к сожалению, Фредди действительно подсдает в последнее время. А больше к нему в зал даже Дмитрий Биво уже не приезжал. Он приехал в другой зал, в Калифорнию. Но это, возможно, еще загруженность. Потому что, как говорится, чтобы в зале Wild Card отставить очередь на спарринге, даже в гип-зале и на тренировку, надо серьезно подождать. Да, но либо надо быть Мэнем Пакеал или Мигелем Фотером. Либо да. Еще несколько ударов проходит как у Ковалева, так у Игоря Михалкина. Да, Сергей Ковалев, как тот человек, который мучился от жажды два первых раунда, просто набросился в третьем на Михалкина два раза совершенно нерезультативно. Да, там подскальцнулся даже слегка. В корпус пробивает Михалкин неплохо. Да, Михалкин как дисциплинированный боксер провалил просто Сергей. Тут же боковой заправляет Михалкин. Вкладывается Игорь в каждый удар буквально сейчас. И работает достаточно неплохо. Я думаю, что он понимает, что у него другого выхода нет. Либо попробует Ковалева пробить, либо все это закончится где-то в середине боя. Да, но стоит признать, что все-таки пропускает. Пропускает очень неприятные удары Михалкина. Мы видим, что лицо его уже видоизменяется. Постепенно. Да, немножко загоревшее. Итак, букмекерская контора «Леон» спонсор данной трансляции. Ставки на спорт в своем мобильном. И у нас продолжается активно идти поединок Сергея Ковалева и Игоря Михалкина. Я напоминаю, что ставка на победу Игоря Михалкина 10.48. У букмекера «Леона» и 1.03 у Ковалева. И отметим, что у Сергея полностью команда сменилась. Катман уже совершенно другой. Нидон Тернер, который был до этого. Полностью сменил команду. А вот жена и сын Сергея Ковалева как раз-таки тоже присутствуют. На всех-на всех боях они, как правило. Поединок возобновляется. Попадает Игорь Михалкин джебом. Причем так сфинтил здорово, показал в корпус и провел удар в голову. Мы видим, что промотор Ковалева, Катя, думаю, как-то сконцентрировалась более серьезно. Ну, это, по сути, ее главный боец, кстати, сейчас в компании. Это ее главный шанс, я бы даже сказал, на продолжение жизни. Что-то активно они там обсуждают с Эдисом Климсом. Да, потому что были времена, когда и более серьезные боксеры были в компании Мейгер-Рейс. Ну, сейчас Топ Рэнк и Голден Бой расхватали абсолютно всех. Да, и Премьер Боксин, совершенно точно, тоже. Который на контракте, по-моему, 200 с чем-то боксеров. Кстати, недавно Дана Уайт заявлял о том, что, скорее всего, придет он в бокс и покажет, как нужно там работать. Да, UFC, согласно определенной информации, получил действительно лицензию на проведение боксерских поединков. Но пока ничего такого мы не видим. Возможно, люди готовятся. Ну, во всяком случае, как мне кажется, Монополит в смешанных единоборствах пошел только на пользу этому виду спорта. Когда лучшие сконцентрированы в одной компании, ты имеешь возможность наблюдать бои лучших с лучшими. Это, конечно, всегда идет на руку этому виду спорта. В каком-то смысле, да. Если бы не кабалические контракты большинства спортсменов, которые там выступают, то ситуация была бы еще лучше. Ну, я говорю именно с точки зрения зрителя. Потому что очень долго бокс, к сожалению, был в упадке. Ну, в общем, мы сейчас примерно там же. Ну, сейчас, по крайней мере, уже есть конкуренция с тем же UFC. И мы имеем возможность наблюдать ту же супер-серию, те же бои чемпионов. Да, и такого раньше не было. Очень часто мы наблюдали, что чемпионы не проводят поединков друг с другом. И просто в защиту проводят своего титула. И так и остается все. Да, это правда мы действительно видим легкие вспышки радости на горизонте бокса. И, возможно, они увеличатся в этом году. В том числе, да, что в супер-серии Михалкин продолжает пропускать удары. Интересно предположить, насколько хватит его головы в этом поединке. Сколько он еще может пропустить. Опять же, да, активная группа поддержки. Михалкин здесь также как-то активно поддерживает Ковалева. Ковалева, в общем-то, любит за океаном. Популярный боксер со своим мнением. И не с толь популярным желанием учиться говорить на английском языке. Итак, я напоминаю, что спонсор этой трансляции, букмекерская контора «Леон», сейчас активно Сергею советует, как работать в следующем раунде. Да, советует ему открываться и атаковать самому. Ничего страшного в этом тренере не видит. Возможно, Сергей просто боится лететь вперед, как раньше это было. Хочет боксировать интереснее. Ну, скорее, наверное, не боится идти вперед, а просто, да. Вероятно, опасается просто, да. Внезапного завершения поединка, которого он не ожидает. Хотя, в случае с Михалкиным, наверное, не приходится об этом говорить. Интересные боксерки, кстати, у Сергея Ковалева золотого цвета, как борцовки у Джордана Бороуза. Да. Ну, Сергей Ковалев любит яркие вещи. Можно посмотреть, в общем-то, как он одевается. Навстречу очень здорово сейчас пробивает Сергей Ковалев справа. И вот здесь удалось попасть и Михалкину тоже слева, тем же навстречу ударом. Пока особенно не борются бойцы за переднюю руку, то есть не зашагивают. Обычно, когда мы наблюдаем поединок левшей с правшей, то один из бойцов буквально наступает на переднюю ногу в попытке вот как раз-таки зашагнуть и, соответственно, донести удар слева и тут же справа в голову. Здесь пока этого мы не видим. Ковалева, видимо, пока этого просто не требуется. Ну да, пока. Для того, чтобы доминировать. Пока все получается и так. Очередное пропущение. Снова комбинация от Сергея. Слева заправляет. Здорово. Очень здорово работает Михалкин. Открылся Ковалев, но не там, где тренер сказал. Такое ощущение, что подустал сейчас слегка Сергей. Ну и, конечно, Игорь Михалкин тоже уже у него и лицо разбито. Да, Ковалев сейчас даже подкашлянул немножечко. Ну вот, мы уже отмечали, что потяжелело. Вот посмотрите, повело. Оступился, оступился он, по-моему. Судя по тому, как он стоит на ногах. Ну, Сергей Ковалев даже сам не понял, что произошло. Так слегка пауза такая возникла. Ну, такое бывало. Ну, нет, Михалкин стоит пока, да, и стоит достаточно твердо и уверенно. Но если бы Ковалев добавил, думаю, все бы закончилось именно там. Вечер популярности российских городов. Продолжается, да. В Нью-Йорке выставка городов русских. Итак, букмекерская контора «Леон» – спонсор данной трансляции. И сейчас у нас на очереди шестой раунд. Да, первые пять раунд действительно пролетели достаточно быстро. И незаметно пока ярких событий мы особенно не увидели до сегодняшнего момента. Да, многие эксперты явно ожидали, мне кажется, более яркого выступления Сергея Ковалева даже уже в первых раундах. Но мы видим, что Сергей начал придерживаться несколько иной тактики, более осторожно стал, что ли, работать. Да, хочется, чтобы мы увидели разностороннего боксера Сергея Ковалева. В том числе и того, кто может защищаться. И быть более тактически интересным. Но, к сожалению, атакует он все так же. Нарисована одна линия у него. Не сказать, что как-то изменился с точки зрения ведения поединка Сергей Ковалев именно в атаке. Да, стал более обдуманно действовать, меньше рисковать. Но при этом это все тот же Сергей Ковалев. Да, у него осталось чуть больше после смены тактики, чем у Руслана Проводникова. Скажем так, который вообще отказался от риска и атак. Сергей пока не хочет отказываться от своего главного козыря. Да и смысла в этом, наверное, нет никакого. Но это то, что Сергей всегда выделяло. Его потрясающие атаки, жесткий удар, мощь. Да, не забывай свои корни. Игорь Михалкин успевает отвечать. И надо сказать, что отвечать достаточно уверенно, по крайней мере, в пятом и шестом раундах. Сам уже идет вперед, активно в атаку. Да, серьезного ущерба он, конечно, не наносит. Но беспокоит лицо Ковалева. Наткнулся я на информацию, что Игорь Михалкин в любителях побеждал Артура Бетербеева. Кстати, обидчика и Сергея Ковалева, с которым Сергей встречался трижды в любителях и дважды проиграл. Да, но это не точно. Ковалев так не считает. Ну, официально, будем говорить. Будем придерживаться официально. Согласно протоколу. Да, да. Версия этого, конечно. Так что у Михалкина, да, с Бетербеевым история закончена. Это совершенно ясно, но зато он проиграл Михонца. Кстати говоря, как опять же утверждают те самые протоколы. Ну, у Михонцев, да, олимпийский чемпион. Тот, у кого в профи не получилось совсем. И, вероятно, в ближайшее время мы можем услышать, что либор карьеру тут завершил. Ну, тоже, мне кажется, наверное, было это связано с выбором менеджмента. Да, я слышал, что во многом он даже спарринг-партнером был чаще, чем боксером как таковым. Хотя, как правило, когда в профессионалы переходит олимпийский чемпион, то это уже готовая такая достаточно история. Да, как и многие чемпионы мира, но, в общем, мы видим перед собой историю Матвея Коробова, который тоже, правда, имел шанс стать чемпионом мира, но не стал. Ну, Матвей Коробов скорее сам выпустил свой шанс, да, а вот Михонцев, Егор, ему такой шанс даже и предоставлен не было. Рассечение у Михалкина. Да, и такое достаточно большое. Да, да. Как правило, у соперников Сергея рассечения почаще появляются, даже и не одно рассечение. Итак, спонсор данной трансляции – букмекерская контора «Леон». Ставки на спорт в твоем мобильном. Интересно, конечно, изменится ли как-то тактика сейчас с Игорем Михалкиным в следующем раунде, поскольку, вот да, мы видели, что он шел вперед, старался работать первым номером, но натыкался на удары все больше и больше, и вот его лицо демонстрирует нам о том, что удар у Ковалева по-прежнему тяжелый. Так, сейчас врач проверит Михалкина. Там ничего серьезного не должно быть. Может, ему продолжать поединок, но рассечение достаточно серьезное. Серьезное, но я думаю, что не для остановки. Пока нет, пока нет. Да, может продолжать поединок Игорь Михалкин. Рассечение Дгуана, переносится еще одно. Вот один удар Сергея Ковалеву приводит к дестрою части лица. В общем, это достаточно будничный удар, я бы сказал. Игорь Михалкин по-прежнему старается работать первым номером. Он понимает, что нужно идти вперед, идти в атаку и стараться прессинговать Сергея. Да, это не шанс выжить. Выжить подольше, я бы даже сказал. Чем дольше защищается Ковалев, тем меньше пропускает Михалкина. Опять лицо залито кровью с правой стороны у Михалкина. Так, что произошло. Споткнулись друг от друга российские боксеры. Справа попадает Сергей. Все попытки, пока Игоря Михалкина сократить дистанцию и поработать вблизи, оказались тщетными. Не получается у него достать Ковалева, приложиться как следует. Было несколько у него неплохих ударов, но пропускает он гораздо больше. И глаз у него уже практически закрыт, кстати. Да, и видим мы практически то, что было ожидаемо. Отсутствие конкурентности всякого рода. И односторонний поединок в исполнении Сергея Ковалева. Таких было в 80% в его карьере. Хотя, конечно, стоит признать, что Игорь Михалкин достаточно уверенно огрызается. И при этом не сдает он своих позиций, не изменяет свой план. И ведет по-прежнему работу первым номером. Да, вот он характер отечественный русский, который, кстати, Сергей Ковалев тоже подчеркивает. Действительно, Михалкин видит свой шанс в том, чтобы не сдаваться в этом бою. И продолжает это делать. Даже напирает иногда на Сергея. Сергей говорил в интервью, что посмотрел он не так уж и много профессиональных боев Игоря Михалкина. Но очень много боев любительских видел. Так, проверяет опять здоровье Михалкина. Не дает возможность продолжать. Да, не может продолжать бой Игорь Михалкин. И победа техническим нокаутом Сергея Ковалева. Да, Игорь Михалкин согласен с этим решением. Видно, что здоровье ему дороже. Да, что понимает он, ни с чем его остановлен. Вот он, на самом деле, Михалкин и Ирол Сейлон. Все, в общем-то, скорее согласны с этой ситуацией. Да, действительно, заливает кровью просто лицо Михалкина. И опасность для глаза существовала серьезная. Так что подчеркнем, что скорее решение правильное. От литической комиссии штата Узьёра. Да, наверное, не так ярко закончился этот поединок. Все-таки... Друг друга. Поблагодарили за этот поединок Сергей Ковалев и Игорь Михалкин. Никакой вражды здесь нет. Лишь спортивный интерес, что не может нас не радовать. Да, между российским боксером иначе не может быть. Ну, тут, кстати, вопрос. Вот если бы был бы сейчас... Возьмем это за отправную точку, да. Хотя, конечно, Артур Петербеев мог бы с этим поспорить. Очень и очень, да, сильно. Особенно в бою с Сергеем Ковалевым. Да, Артур имеет что сказать. Да, ну видно, что Ковалев, в принципе, готов был подготовил специально этот тест. Потому что лицо и руку ничуть ее не глядет. И все еще чемпион в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Крашер-Ковалев. Да, пожалуй, арена-то не рада. Да, не рада. И бой, предшествовавший этому, был для зрителей, наверное, и поинтереснее. Что логично. Ну, все ожидали, конечно, более яркого, наверное, завершения от Сергея Ковалева. В нокдаун не получилось отправить Игоря Михалкина. Игорь Михалкин показал, что он настоящий воин. Он выставил в этом поединке и смотрелся достаточно уверенно. Работал первым номером. Он шел на Сергея Ковалева. Показал, что сделал он все возможное для того, чтобы победить. Но сил не хватило. Все-таки удар у Сергея Ковалева невероятно тяжелый и мощный. Да, поэтому винить Михалкина мы не будем. Действительно, он мужчина. Готовый пожать ему, в общем-то, даже две руки. Итак, сейчас будет у нас интервью с чемпионом. Сегодня против тебя был очень хороший боксер-левша, у него было не так много мощи, но при этом хорошая техника. Ты вернулся? Да, это был... Я вернулся. Это был непростой бой с левшой. У меня было не так много тренировок и спаррингов с левшами. Учитывая твой профессиональный и любительский опыт, ты доволен или недоволен тем, что ты показал в этом поединке, или ты считаешь, что ты мог что-то продемонстрировать больше? Я думаю, что что-то пошло не так, не все было идеально. Я был... Я чувствовал себя уставшим. Мне было слегка некомфортно. Но соперник был у меня очень и очень непростой. Он хороший боксер. Он хороший боксер. У него отличная выносливость, и он техничный. После боя с Уордом ты встретился с двумя боксерами разных стилей и выиграл уверенно. Готов ли ты к большим боям? Я думаю, что я готов, но не против левшей. Я думаю, что следующий поединок с левшей будет складываться для меня лучше. И я буду улучшаться. Дмитрий Бивол не левша. Но сегодня он сказал, что он чувствует, что готов к бою с любым. Хотел бы ты встретиться в таком поединке с Дмитрием Биволом? Или ты думаешь, что с Дмитрием Биволом можно было бы сразиться чуть позже, чтобы заработать больше денег? Если бы это был большой денежный бой, я готов. Мы можем побиться пока с разными соперниками и потом уже встретиться в большом бою. А с кем бы ты хотел встретиться сейчас? Я не знаю, я читал на интернете, как Баду Джек. Он хочет бороться. Баду Джек. Было бы неплохо сразиться с ним. Если он побьет Стивенсона. Андрей Уорд отмечал. Он был бы не против сразиться с Ковалевым в третьем поединке, если он вернется. Как ты к этому отнесешься? Если бы... Я пока сейчас не знаю, если это будет настоящий вызов для меня, то я готов. Я бьюсь за себя, для своих фанатов. Они пришли посмотреть настоящий бокс. Спасибо им большое за то, что пришли. Я готов биться ради вас, ради себя и ради бокса. Спасибо, Сергей. Увидимся. Ну что ж, вот такое интервью Сергея Ковалева. Да, в общем-то, не раскрыл он нам пока ситуацию со своим следующим боем. Хотя Баду Джек был бы интересен для него, да. Потому что Баду Джек не имеет обязательств, насколько мне известно, перед какими-либо другими телеканалами и вообще перед телеканалами. Поэтому поединок с ним более реален, конечно, для Сергея Ковалева. Но у него у самого сейчас поединок должен быть в скором времени. Да, но при этом, если Баду Джек победит Адониса Стивенсона, опять же, да. Баду Джек интересный парень, сменивший весовую категорию и начавший уже топтать соперников. Как ты считаешь, у него реальные шансы есть на победу за Стивенсоном? Я думаю, что да, у него есть реальные шансы, потому что Стивенсон застоявшийся боксер. И непонятно, в какой он вообще форме сейчас находится. И непонятно, кого он бил все последние годы. Ну, за исключением Фанфары, наверное, да, потому что Фанфара серьезный парень. И опять же, учитывая его возраст, да, все-таки ему уже за 40. Да, я думаю, что у Баду Джека очень хорошие шансы. И, соответственно, это приближает нас к бою Ковалев-Баду Джек. А Баду Джек, насколько мне известно, в компании Флойда Мэйвезера принадлежит. И люди, умеющие делать деньги, могут Сергею Ковалеву помочь в этом смысле. Там какое-то еще интервью у Сергея сейчас происходит, но, к сожалению, нам не слышно. Да, Сергей популярный парень. Ну что ж, вот таким получился вечер бокса на Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Для вас сегодня работали Игорь Лазорин и Давид Кучешвили. Я надеюсь, вам понравилось то, что вы видели. Смотрите канал Сила ТВ, болейте за наших ребят и не забывайте заниматься спортом. До будущих побед. Пока-пока.